итак ребят всем привет в отъезде позвали меня за грибами решил покопать копаем в этом месте короче нихрена здесь ничего нету грубо говоря советская эпоха очень много ржавчины вот поднял одну монету 15 копеек в квадрате 1943 года и на этом у меня все закончилось сейчас приехали грибники вон они копают грибы вот что-то там накопали первый раз лопату держит первый раз металлоискатель держит сейчас они втроем будут копать ну а что я вам скажу со мной еще был комрад гораздо дороже такого шмурдяка он накопал вот такой советский шмурдяк вот так вот поедем обратно к знакомым зайдем на огород и по городику пройдемся по огороду и посмотрим что они там находили если конечно что-то будет обязательно покажу вон девушки нашли первую находку в руке держит какая-то шмурдя черная ну ладно находки будет покажу ребят у нас находка девчонки нашли вот такую ложечку ложечку это обычно ребят интересно когда девушки первый раз прибор берут очень смешно на них смотреть и по речи вот ребята копаем мы онлайн видео ну-ка лопату бери хорошо если с трех сторон копнешь потому что травка здесь густая тяжело будет вот вперёд ковыривать ну руками не надо зачем руками просто ногой так хоп откидываешь ну-ка лопату в сторону бери еще здесь ну-ка убери лопату диман твой чермет диман и шкряп такой диман твой земле ищем что-то большое дмитрий целая бомба диман твой ядро обвушки еще если я сказал а ты хочешь попасть у меня канал на youtube поиск 63 и желание я могу снять и ты попадешь на youtube будешь девушкой ютуба будешь у меня там уже есть молодец я пахну тебя уже вот что ну-ка разломаю спалом нет не надо в руках а в в в в в в Раньше у мужчин тоже размеры были на память что ходила и так ребята откопала на том месте я был с девчонками коп у меня как вы видите там не получился поехал домой взял своих и поехал в гости ну естественно по гостям я никогда не остаюсь когда я еду выехал на коп созвонился сначала с фартовым спрашиваю где он у меня отвечает там там я им говорю через полчаса буду на месте то есть грубо говоря я ехал туда где он находился ну сейчас до сих пор я не встретился с ним потому что они отъехали немножко на другой конец деревни вот и сейчас я копаю один связи у меня с ними нет телефон я забыл в машине рацию тоже здесь охотники стреляют очень-очень как из автомата видел что парочку троек уток здесь подсадили ну ладно у меня был сигнал сигнал у меня был вот такой если вы видите сначала взял в кулак 4 раз промахнулся 2 промахнулся из кулака у меня высыпается и ударилась об катушке получился металлический звон и выкопал вот такой вот смотрите вот такой огромный крестик лепесток немножко он погнутый но это не беда это ерунда я его отыскал спас и храню ладно продолжаю копать солнышко нас высоко буду копать наверное до тех пор пока на сядет и не начнет темнеть заберу своих и домой ну ладно продолжаю смотрите и так ребята не прошло и минуты даже полминуты в этой ямке вот который я присыпал сделал пару шагов был сигнал неустойчивый вытащил камушек и вот так вот смотрите он выпал даже вот с него еще не спряхил ничего вот такой очередной крестик лепесток представляете большой в этой ямке а вот прошел шаг и вот еще один был сигнал и очередной крест так покажу вам 2 а то скажется один и тоже показываю а вот он 2 смотрите как два брата близнеца одинаковые ладно продолжаю ребята он охотники выходят всех уток разогнали наверное 30 уток поднялось к верху ладно продолжая ребят и так ребята он тех он в этой области снял я два крестика и прошел сюда вот и снова так же получилось как с первым крестиком выпала вот такая монетка ребята монет у нас алекса а николай 2 3 копеечки 1896 года продолжаю наверное здесь тщательно надо покопать вот вот ребята у нас лица не снимаю вот какую красавицу ребята у нас подстрелили видел видел метки выстрел красота охотничество ясно и так ребят находок хороших пока нет и выпал у меня такая вот смотрите оригинальная мурдячка это у нас подкова подкова от женского каблучка вот такая вот набоечка ну подкова набойка вот форме такая вот симпатично ладно продолжаем санов что-то не видно это они ко мне не спешат не торопится видно у них там куча находок приехала гораздо позже их надеюсь у них находки будет и есть что показать вам и так ребят подъехал я к ребятам они уже к сожалению упаковываются уже в принципе как вы видите уже темно и что он хочу сказать стас тот который фартовый у него как никогда смотрите целая куча 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 монет смотрите куча всяко всяко разные смотрите всяко разные и царики есть и серебро и ранние советы и поздние советы в общем пересказывать тут очень тяжело смотрите кучу монет я никогда честно говоря столько монет не находил за один куб никогда видно ему вот улыбнулась ну что здесь я в основном зациклюсь на на царьках вот вот царская монетка так это у нас ранние поздние вот у него 10 копеек двадцать девятого двадцать восьмого года серебро вот у нас с маниски монетка пробита вот ну в принципе я считаю коп удался у него очень хорошо ну и конечно это самое вот у нас монетки кости вот видите какая у меня тут хреновина всякой остановлюсь особое внимание на серебре вот у нас серебро 1900 года я знаю потому что у меня есть такая но медная только 2 2 копейки я не знаю как они называются это у нас австро-венгры вот такая вот монета интересная затем серебро у него до революцию они революции наверно 23 они очень популярны 22 год и 10 копеек у нас 25 года 25 год у нас по моему сам распространенный год к сожалению он не ценится вот такой вот у него павел 1 павел 1 1000 1700 года да по моему 1700 и может быть это был бы петр 799 так ну 1700 какой-то непонятно немножко она убитый настолько она тонкая они немножко потолще но не знаю почему это такая тонкая так всякая хрень 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 и вот такая вот кокарда кокарда интересная тем что она белогвардейская но к сожалению она убитая так что у нас еще интересное так патрончик вот интересный американцы поставляли такое у нас во время гражданской войны 17 года ремингтон но это ничего важно огонь давай сюда так тут море он наковырял копеечек копеечек двадцать четвертый год это двушечка двадцать четвертый копеечка двадцать четвертого как ну всякая остальная лабуда ну что я скажу вот стас который фартовый смотрите по количеству по количеству монет он превосходит даже фишер 75 представляете вот так вот он наковырял оси 250 стандартная катушка но я понимаю почему он больше наковыряла они ковыряли в основном в одном месте и она работал как снайперка ну вот ребята результаты а я где-то сегодня шатался фиг знает где хрен знает с кем лучше бы поехал сюда ну ладно ребят закончил свой видеокоп на этой приятной ноте всем пока удачи на копе а